коллеги я вас приветствую сегодня будем говорить про entity framework core про производительность про возможности которые он дает про возможности которые он не дает про то как где его использовать какие моменты нужно все-таки иметь в виду и на них обращать внимание ну и вас призываю подписаться на канал поставить обязательно колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выпуске новых видео ну и давайте начинать для начала несколько определений entity framework core это orm orm это object relational mapping если упростить то это то что позволяет вашей скейт таблицы превратить все шарфовские классы то есть в инстанции и в общем-то наоборот инстанции сохранять в базу данных в скульные таблицы это так вот очень если просто надо сказать что альтернатива int framework core достаточно много есть очень интересный например dapper или in hibernate и надо еще напомнить что есть такое понятие как двухуровневая архитектура которая определяет наличие клиента и датабейс и трехуровневая архитектура которая говорит о том что помимо клиенты датабейс еще бизнес лоджик есть или бизнес лэйр еще называют или аппликейшн лэйр да то есть уровень приложения и надо сказать что этот самый бизнес лоджик это уровень бизнес логики где обычно и живет ну тот самый clean architecture domain driven design ну и прочие подходы потому что они на клиенте не в базе данных соответствии например с domain driven design никакой бизнес логики быть не может по определению еще раз говорю на клиенте не может быть бизнес логики некоторые путают бизнес логику ну как сказать то чтоб проще было в общем смотрите так другим образом да бизнес логика это то что управляет бизнес процессами на клиенте их в принципе быть не может но логика по управлению объектами на юай она безусловно должна быть на юай ну например когда выпадашку одну изменили нужно чтобы другая тоже поменяла значение вот это не бизнес логика это логика управления данными на юай точка давайте немножко теперь поговорим про историю бизнес логика это в общем то то что есть ваше приложение правила в написании в общем можно сказать что это паттерны они определяют эти правила ну или рекомендации если хотите и они в общем то менялись когда-то был транзакшн скрипт потом появился тейбл модул после него появился актив рекорд потом появился думаю модул я про то что сложности каждого с каждым разом вот этих паттернов она увеличивалась от транзакшн скрипт который просто позволял тупо залезть клиенту через какие-то store процедуры какие-то вызовы в базу данных поделать там свои дела вытереть ноги и забыть про это как страшный сон и сложность увеличивалась и значит поддерживать вот это вот все расширение масштабирования становилось все сложнее и сложнее мы пришли к domain модул это хорошо теперь давайте немножко поговорим про клиент сервер вот это как раз транзакшн скрипт он и определял возможность работать клиента сервером напрямую то есть есть клиент пишет запрос получает данные сохраняет данные обновлять данные все чудно и замечательно все store процедуры все вот эти вот скрипты они хранятся в базе данных и поэтому архитектура называется двух звены два звена база данных и клиент пошел получил поделал но сложно заключается в том что поддерживать вот эти вот клиент сервер ориентированные приложения вот в частности в данном варианте двух звены становилось каждым разом все сложнее и сложнее потому что ну дальше вы поймете когда у вас есть одна процедура вы изменили и в общем-то достаточно несложная отлично все четко и красиво но когда у вас много процедур сотни там тысячи процедур тогда начинает уже сложность взаимодействие этих процедур между собой этих запросов базе данных если хотите и в общем-то на смену этому люди как бы поняли что надо что-то менять что нельзя все хранить в sql сервере в частности а придумали вот такую штуку которая называется трехзвенная архитектура то есть бизнес логику из sql сервера вынесли и сделали так называемый но сервер приложения называет бизнес layer application в общем название много я придерживаюсь тому что это уровень бизнес логики и вот в этом уровне бизнес логики он написан на языке программирования и соответственно его изменения могут храниться в гите да в контроле версии в общем-то этим все можно управлять смотреть это все давайте дальше таким образом получилось что вот этот вот бизнес уровень он вырос а такое понятие как база данных она немножко как бы принизилась почему потому что бизнес логика в частности да если говорить про entity фреймворк у него есть куча провайдеров которому по большому счету фиолетово в какой базе данных хранить свои данные по большому счету и я вот скажу честно мне кажется что вот этот вот самый entity фреймворк использует базу данных ну как помойку да то есть не мы неважно куда складывать ему главное положить на мой взгляд сугубо лично но надо сказать что нити фреймворк корр очень хорошо работает сами с кейл сервером потому что как вы понимаете два продукта разработанных одной компании умеют делать разные штуки которые вот это нюансы это если интересно потом давайте дальше итак есть несколько вопросов несколько так сказать тезисов почему entity фреймворк почему за него то есть первое что он дает это быстрая разработка то есть все у вас на на руках все все шарпи все это в общем-то дебажится это быстро это удобно вы можете все изменения в базе данных хранить в гите то о чем я сказал немножко ранее вы можете использовать link you то есть это позволяет разработчикам которые знают link you делать запросы и в базу данных использовать тот же самый link you это тоже считается плюсом вы можете написать юнит теста на определенные выборки которые так или иначе позволят вам определить как работает база данных правильно они работают сохраняются данные или нет поэтому в entity framework of частности предусмотрена возможность использования режима in memory когда в реальную базу ничего не складывается но тем не менее эмулировать реальные запросы можно прям в памяти очень удобно дальше entity framework core не делать кэширование то есть проксирование чего называют но такой спорный вопрос но умелых руках в общем-то это будет плюсом дальше есть такое понятие как change tracker ну например да пер насколько я знаю не поддерживает change tracking то есть он не отслеживает изменения и это не плюс не минус это просто по-другому change tracker позволяет отслеживать изменения которые вы сделали сущностью и при необходимости при определенном вызове метода то есть привы вы при вызове метода определенного save change который например он эти изменения автоматически будет прокидывать базу это не только с одной сущностью это со всеми сущностями которые вы выдернете и измените дальше есть такая штука как lazy loading но в общем-то палка двух концах и дальше будет понятно почему эта штука позволяет лениво загружать если хотите записи связанные с текущей ну например если у вас есть блок и у него есть посты то можно сказать что можно таким образом сделать чтобы lazy loading вам загрузил ваши посты по требованию ну как и когда есть тезисы за также есть и тезисы против и они следующие много об этом говорится и в общем-то повторюсь это еще одна прослойка между вашей базой данных и в общем-то клиентом раз прослойка значит ресурсы значит время но тут нужно понимать что вам проще что вам нужнее что вам быстрее link-q как вы помните он был в плюсах но он также является и минусом почему не все link-q запросы могут быть трансформированы в с кельный запрос поэтому нужно с умом этим пользоваться есть специальные инструменты db functions так называемые ну в общем-то и другие и возможности использования link-q и надо просто следить за тем чтобы ваш link-q был адекватен к sql скрипту который может генериться еще скажу что entity framework core с каждым годом с каждым выпуском с каждой версии если хотите умнеет и он все больше и больше понимает как трансформировать те или иные link-q запросы в с кельный скрипт чтобы он выполнился лучше быстрее эффективнее такое кэширование но это может быть как плюсом как вы помните так и минусом есть ли вы что-то закэшировали у вас ну в общем смотрите две ситуации два клиента работают с одной базой данных один закэшировал себя записи другой у себя оба начинают сохранять бац ошибка ну в общем то все хорошо в меру да что-то можно включить на кэширование что-то можно выключить я вам скажу честно я каширование всегда отключаю ну почти всегда но опять же change tracker смотрите это такая штука которая следит за изменениями и она следит всегда независимости ни от чего она просто их за ними следит вот так вот скажу да по дурацки получилось но тем не менее change tracker это и плюс и минус потому что нужно понимать что вы делаете либо специальным образом делать запросы либо ну помнить что change tracker все таки это ресурсы он хранит у себя внутри при запросе первом так сказать там скриншот или как-то snapshot да так называемый и все на основании этого делает выборку сторону был изменен объект или не был ну и lazy loading это еще одна большая проблема который в общем то по большому счету я обычно тоже отключаю хотя есть моменты нет нету нету lazy loading дает достаточно большие проблемы особенно по части сериализации предположим у вас есть объект у которого граф да в котором там входит несколько они вложенных объектов и вы начинаете его сериализовать если вы не получили весь объект то в процессе сериализации lazy loading выединит вам все объекты это плохо поэтому ну вот lazy loading я тоже через частенько если не всегда отключаю потому что я проще для меня проще получить объект тот который я хочу и так как мне нужно и в то время когда я хочу а не надеяться на систему в общем в некоторых вариантах она хороша когда слишком простое приложение lazy loading отлично работает итак давайте я покажу вам все понятия которые рекомендуют использовать microsoft а теперь если вы не успели это неважно давайте посмотрим каждый в отдельности и так правильно использовать индексы надо сказать что индексы бывает разные например если вы используете какой-нибудь поиск по слову title то есть по свойству title и ищите start with то здесь индекс вам поможет а если and with то этот индекс будет работать неправильно ли вообще работать не будет в общем не использовать его в таком подходе дальше надо понимать что индексы ускоряют поиск индексы замедляет обновление вставку то есть изменения данных потому что им нужно быть актуальными поэтому они перестраиваются индексы занимает место на диске для того чтобы собственно гря быть работать и надо сказать что составные индексы это не не покрывают одиночный ну например если у вас есть свойство a и свойство b и это индекс то поиск по обоим этим свойствам будет подчинен индексу то есть он будет ускорен но если вы будете использовать пояс только по свойству b, то этот индекс вам будет бесполезен, теоретически вам придется создать еще один индекс для свойства b. Вычисляемые поля тоже можно индексировать и речь идет про Entity Framework и про, собственно говоря MassSQL сервер то есть, во всяком случае Entity Framework Core позволяет это делать и, в общем, надо понимать, что каждый провайдер который представлен в списке, возможно, допустимых для Entity Framework Core, предоставляет свои возможности по работе с базой данных инструкций по их управлению, по их использованию, соответственно, на сайте этих самых провайдеров ну и давайте теперь по порядку пойдем. Project только необходимые свойства. Ну, так написано Microsoft, а я это скажу таким образом. Берите в базе только то, что вам нужно. Например в данном контексте выбирается все записи блога причем не просто все записи, а все значения, то есть все колонки всех записей, а выводится только URL. И для этого делается, то есть генерируется такой вот скрипт, который берет все собственно говоря поля. И если вы хотите показать только URL, то нужно в общем-то сократить выборку, то есть делать projection select.select.select это и есть projection, который говорит дай мне только колонку B и таким образом будет создан вот такой вот скрипт, который во много раз меньше и ресурсов потребует соответственно меньше. Дальше. Microsoft рекомендует ограничить результирующий набор. Ну, что это подразумевается? То есть взять все миллион или там сто миллионов записей и показать пользователю, но это как минимум глупо. Уже доказано, что человек не может одномоментно в голове поместить миллион записей, поэтому приняли люди, которые занимались это с научкой точки зрения, такое понятие, как пейджинг и в общем-то я не буду в это углубляться, если интересно, почитайте. Тем не менее, можно ограничивать результирующий набор, то есть то, что вы берете из базы по разным параметрам. Например, по дате выборки, например, по каким-то фильтрам, например, просто для страницы, например, использовать take и skip для того, чтобы отобразить страницу. Дальше. Избегайте декартового развертан при загрузке связанных сущностей. Что это значит? Ну, смотрите, тут все просто. Допустим, у вас есть в базе данных какие-то посты и к ним привязаны теги. И если вы возьмете дай мне посты, включая, то есть include tags, то смотрите, для каждого поста будет загружен тег 1, 1, 2, 3, 4, 5 раз. Тег 2 будет загружен один раз, тег 3 будет загружен три раза. Таким образом получается вот это вот декартовое развертывание, когда копии записей, привязанные к другим, будут загружаться. Смысла в этом вообще никакого нет. Хотя, опять же, смотрите, все может зависеть от того, какую логику вы преследуете. Например, я в своем блоге делаю это, делаю сознательно, потому что у меня тег, он на самом деле небольшой, буквально одно свойство name небольшого размера. Другое дело, если вы вытягиваете, допустим, вархаусы, да, которые, товары могут быть привязаны к разным складам, а вархаус может иметь там 100 полей, там 50 полей, неважно. То есть, ну, все как бы хорошо в меру, ну, имейте совесть, потом при этом не говорите, что Antity Framework плох. Итак, следующее. Загружайте связанные сущности по возможности. Речь идет о том, что если вы точно знаете, что вы хотите загрузить, то есть, если прямо это действительно нужно, то лучше загрузить это сразу, а не делать на потом загружку, например, через Lazy Loading или через ForEach пробегание. То есть, чем меньше запросов, тем как бы лучше. Тут со мной, в принципе, вряд ли можно поспорить. Ну, я так думаю. Так, дальше. Будьте осторожны с отложной загрузкой. Ну, это на самом деле очень сильная рекомендация, потому что это палка о двух концах. Смотрите, допустим, у вас есть ForEach, который пробегает вот здесь и делает все блоги, то есть именно блоги, выводит их в ту лист в память и потом по блогам этих пробегает и делает обращение к посту слову title. Вот это на самом деле плохой вариант, потому что когда будет пробегать второй ForEach, у вас для каждого блога будет сделан запрос в базу данных для получения поста по идентификатору этого блога. Это плохо. Правильно бы было бы сделать projection, о котором говорилось ранее. То есть, если говорить, что нам нужны посты, то мы можем включить URL от блога и посты, то есть мы заранее получили в ту лист, то есть в память все посты со своими блогами, тогда получается, что запрос больше при пробегании запроса в базу больше не будет, когда будет проходить вот этот ForEach. Это нужно понимать, этим нужно пользоваться. Здесь дальше опять же идет вопрос про все сразу или по одной, буферизация или поток. Смотрите, в первом варианте, в данном варианте мы делаем получение, сейчас я найду курсор, вот он. Здесь мы получаем посты, где они, иначе, title начинается на A. И здесь, здесь мы получаем снова все посты, которые уже получаются на A, но мы их положим уже в Array. И после этого пробегаем уже по заново, то есть, ну как это объяснить-то, господи, уже здесь получается в потоке, да, то есть мы берем и по всем пробегаем. Другими словами, здесь тоже нужно умело пользоваться, то есть такое понятие, как to list, to array, это как бы результирующий набор. Мы его получим сразу в сейс, будем хранить в памяти, то есть это будет в буфере, так сказать. И когда мы начинаем в процессе получать, то есть в потоке, вот второй вариант, где будет эта выборка сделана непосредственно в процессе пробегания вот этого фурыча. Microsoft настоятельно рекомендует, в общем, с умом к этому относиться, потому что можно по-разному этим использоваться и иногда, не получив конкретные инстансы конкретных сущностей, вы можете получить ошибку, которая, ну, отложенная там, ну, наверняка вы уже про нее знаете. Ладно, неважно. Ключевой момент в том, что этим тоже нужно умело пользоваться и нужно понимать, как это работает. Отслеживание изменений это очень интересный и мощный механизм и тоже нужно пользоваться с умом. И вот что это такое. Entity Framework, у него есть Change Tracker, который отслеживает изменения сущности, которые вы запрашиваете. Ну, у него есть такая штука, что он всегда возвращает именно измененный экземпляр, если вы, допустим, делаете GetById. Второе, ой, вернее, уже даже третье. Change Tracker по умолчанию всегда включен. Это нужно понимать. И четвертое, на самом деле очень важно. Если вы делаете какую-то операцию на чтение, то есть получаете данные, которые хотите просто отобразить без внесения каких-то изменений, используйте AsnoTracking, который отключает Change Tracker, прошу прощения, собственно говоря, делает это для того, чтобы не использовать вот эти снимки, которые он делает, с которыми слеживает все вот эти механизмы, позволяющие отслеживать эти изменения, они не будут задействованы, значит, производительность, значит, memory, значит, в общем, вы меня поняли. Необработанные SQL-запросы, на это, самом деле, тоже очень мощная штука, которая позволяет напрямую обращаться к базе данных, используя обыкновенный SQL-скрипт. Да, этот скрипт будет описан в C-Sharp, и это говорит о том, что он снова будет заложен в Git, ну, я думаю, что вы им пользуетесь, а значит, у вас будет версия этих скриптов, значит, их можно будет отследить, но, как вы понимаете, в этом есть плюсы. Вы также можете использовать старт-процедуры from вот этот SQL-raw, который позволяет и старт-процедуры выполнять на сервере. Надо сказать, что в Entity Framework 6 версии, там эта модель будет еще более усовершенствована и улучшена. Вы можете использовать так называемый параметр, да, для этих самых процедур. Вы можете использовать интерполяцию при запуске этих процедур. В общем, на самом деле вариантов очень много. Вы можете использовать именованные параметры SQL-ные. Вы также можете использовать именованные параметры с подстановкой параметров по умолчанию, если вам это потребуется. То есть гибкость, на самом деле, офигенно здоровенная. Прошу прощения за мой жаргон. Дальше. Вы можете использовать вот эти вот from SQL interpolated, в общем, с этими так называемыми необработанными SQL-запросами вместе с другими LinkQ-запросами. Например, поставлять where, или order by, или даже include, или другие какие-то операции, которые вам, собственно говоря, потребуются для работы с этими, собственно, сущностями. Также здесь, как и в предыдущем разе, я сказал, можно использовать и asno-трекинг. То есть не будет тогда NTD Framework отслеживать те самые изменения. В общем, надо понимать, что это мощный инструмент, и нужно им умело пользоваться. Ну и напоследок, синхронное программирование. Но тут, мне кажется, уже как бы без лишних слов. Если у вас, допустим, есть SaveChange где-то в коде, уже давно пора использовать SaveChangeAsync. Соответственно, тут как бы больше не убавить, не добавить ничего. Ну и надо понимать, что Entity Framework — это инструмент, и если вы собираетесь забивать гвозди, нужно понимать, что гвозди забивают молотком. Если вы собираетесь сделать batch какие-то запросы, или там Big Data шерудить при помощи Entity Framework, но это будет очень глупо, на мой взгляд, потому что Entity Framework как инструмент, он предназначен для того, чтобы работать с объектами бизнес-логики в контексте вот этого вашего приложения. Если вы делаете какие-то мощные пересылки данных между, допустим, серверами, или какие-то пост-обработки, или так называемый batch-запросы, или балк-запросы, если человек называет, то есть большими объемами данных манипулируете, здесь можно использовать вот эти самые необработанные скейт-запросы, в том числе и сторид-процедуры. Можно даже на них ссылаться прямо в конфигурации в Entity Framework 6, это чудно сделано, просто те сторид-процедуры, которые существуют прямо в самом SQL сервере, их можно замапить, и они будут как метод вызова из прямо C-Sharp кода. Это очень красиво, это очень удобно. В общем, это, наверное, все, что я хотел сказать. Вам спасибо большое за внимание. Пишите вопросы, пишите пожелания, комментарии, подписывайтесь на канал, в очередной раз попрошусь. Кто хочет помочь в развитии канала, становитесь спонсором, это приветствуется, потому что спонсорам есть отдельные фишечки и плюсы. Ну и, наверное, на этом все, и пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!